привет народ пришло время объяснить тем специалистам людям начинающим или как которые всегда утверждают что вот при подрозетном монтаже у вас там будет такое количество кабелей что вы его просто не всунете а если вы еще добавите несколько перекрестных что вы будете делать с кабелями я этот скриншот специально сохранил и когда буду публиковать пост для этого человека назову ну вот пришло время ему объяснить как это все происходит чтобы он понимал не задавал группах поплава был глупых вопросов и не выглядел потом вернее не глупых вопросов глупых утверждений и не выглядел потом так как выглядит но пока наверно получается также у мордой не ткнешь никто не успокоиться короче у нас система такая вот я прихожу к первому выключатель это нас не касается вот подрозетнику под выключателю под коробкой как называйте как хотите вот все вот я пришел вот три кабели у меня, да? Но, опять же, классификация кабелей у нас стандарт. Никто ничего не меняет, никто ничего не мудрует, не меняют этот, как его, жилы, эти, как его размер жилы, и так далее. Вот, я прихожу, все, вот, вижу. Вот такой вот надрез. Я понимаю, что это кабель у нас питающий. Все, мы его разделываем вот таким образом. Можно другим образом, но кто как готов, кто так научился, так и делает. Тут такое дело привычки, и там, я не знаю, вот, пользование. Можно, но другие кабели открою по этому, как его, по-другому. Так, всю фазу я убираю. Вот. Вот так вот ее там отмечаю, или там бубликом закручивайте, как хотите. Вы понимаете, что это фаза. Все. Следующий открываем. Ну, вот теперь вот так вот открываем. Ну, так вот опасно. Вот. Но это дело привычки. Потому что вот это руки вскрываются на раз. Привычки, умения это. Потом тут подрезаете, или не подрезаете, но нож надо немножко на это наточить. Немножко у меня туповат. Это когда ремсокартон режешь, так вот это вот быстро забивается. Вот. Поэтому вот этим крючком удобно, когда изнутри достаешь. Вот, ребят, по поводу того, что там изоляция режется, не надо. Режется, конечно, от неопытности. Все это есть, присутствует. И у профессионалов это присутствует. Те, кто там делает каждый день, это присутствует. Не без этого. Но это все решаемо. Поэтому на это не стоит заострять внимание. Теперь мы видим, что? Корреспондяки. Свет. Все, больше тут ничего нет. Если бы был еще какой-то кабель, он бы был так же само свакнутый. Это значит, что нужно послать на следующую группу питания. Все, больше тут ничего быть не может. Хорошо, идем дальше. Вот. Вот этим пользуюсь редко, но пользуюсь. Вот, обычно, обычно все ножом, но тут никто никуда не гонит, не спешит. Так. Вот так вот делать не надо, потому что они тупятся. Но делают. Ничего с этим не сделаешь. Тут еще стоит ограничитель, но уже потом в руках этот, как его, чувство в руках есть, и уже все, уже не режешь. Все просто, как божий день. Не знаю я, почему там вот создается такое мнение. Не это. Все, теперь берем наши пресловутые ваговки. цвет на цвет. Цвет на цвет. Так, а лампу соединяем с обратным питающим кабелем, который возвращается уже у нас из целой этой линии и уходит потом на лампу. Все, да? Осталось у нас, что у нас осталось? Корреспондяки и это, и питающие. То есть, если бы был еще один питающий, он бы пошел рядом вместе с выключателем. Так, ребята, берем шестерку. У нас она называется шестерка, у вас называется проходной. Вот. Где он тут? Тут же для таких, как я, уже слепых и старых обозначений есть. Все, корреспондяки, куда вы их там воткнете, роли не играет цвет. Все. Но лампочку, наверное, не видно. Вот. То есть, схема подключена, да? Шестерка, семерка, перекрестный, шестерка. Ну, сейчас я свет включу, это питание подам. Если я все правильно сделал, то должно быть работать кино. Так, работает, да? Ну, сейчас мы его тогда выключим, выключим, включим, выключим. Все, работает. Теперь, для тех, кто утверждает, что вот первым выключателем будет громада кабелей, если добавить в линию еще там, я не знаю, миллион перекрестных, ребята, ну, так вот, это все просто. Для таких, которые этого не понимают. Вот этот перекрестный и вот этот шестерку. Шестерку я отключаю, двигаю ее дальше, а сюда вставляю перекрестный. каким образом вот эта процедура или операция увеличивает количество кораблей, ой, кабелей вот в первом выключателе. Вот может мне кто-нибудь объяснить? Вы что такие глупые вопросы задаете или утверждения, блин? Вот из-за вас пришлось снять кино. Ну, на Оскар не претендую, но вот новичкам может там или кому это. Ну, и вот этим вот старым пердурам, которые такое утверждают, вот, то же самое будет. Все, тут вот это вот неизменно остается. Вы тут что хотите, то и делайте. Плюс, когда классификация кабелей, вот у нас всегда вот эти вот коричневые, черные и серые, это пускается на корреспондяки. Вот, но их там еще много разных значений. И то есть, я когда прихожу, я открываю, мне все понятно, дебилу понятно. Цвакнутый кабель питания, все остальное не цвакнутый, это все вспомогательный свет, я не знаю, что, плафон, все что угодно может быть. Будет еще один, значит, мы его воткнем сюда, питающий сюда, и он пошел на другую группу, если на одном автомате. Все. Ребята, ну не позорьтесь, блин. Стыдно не знать элементарные вещи. Элементарный, детский сад. Ну, вот так вот. Так что, кому было полезно, очень рад, кому было это не полезно, ну ладно, и такое бывает. Кто там кричат, блин, мы уже это проходили, ну, проходили, значит, проходите мимо. Ребят, всем спасибо за внимание, за ваше время, всего доброго, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok